Власти США разрешат выезжать в страну всем иностранцам, прошедшим полную вакцинацию от коронавируса. Новые правила въезда начнут действовать с 8 ноября. Таким образом, заканчиваются самые масштабные в истории США ограничения на въезд, которые были введены в начале эпидемии COVID-19. Согласно новым правилам, полностью вакцинированные пассажиры должны будут предъявлять отрицательные результаты теста на коронавирус, сделанные за 72 часа до поездки. При этом американские власти признают только вакцины, которые были включены в экстренный список Всемирной организации здравоохранения – AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, а также Sinovac и Sinofarm. Тем временем, командование военно-морского флота США заявило, что личный состав, отказывающийся от вакцинации, будет уволен. Крайний срок получения прививки – 28 ноября. Между тем, президент США Джо Байден объявил о выделении странам Африки самый большой на сегодняшний день партии вакцины. Он также публично пообещал делать больше для улучшения ситуации на африканском континенте. В Британии в ходе специального расследования выяснилось, что около 43 жителей Англии и Уэльса могли получить ложно-негативные результаты ПЦР-тестов из-за ошибок в частной лаборатории, которая проводила анализы. Люди стали жаловаться, что результаты экспресс-теста и лабораторного ПЦР-теста не совпадали. В связи с этим деятельность лаборатории временно прекращена до выяснения всех обстоятельств. Отметим, что наборы с экспресс-тестами раздаются в Британии бесплатно. Их могут делать на дому люди с симптомами COVID-19, а также те, кто работает в определенных сферах, например, в школах. В случае положительного результата жители страны должны делать ПЦР-тесты, считающиеся более надежным. Тем временем во Франции прекращают предоставлять бесплатные ПЦР-тесты. Правительство надеется, что эта мера заставит как можно больше людей пройти вакцинацию. Во Франции для посещения кафе, ресторанов, стадионов, кинотеатров, музеев и других общественных мест необходимо предъявлять на входе недавний отрицательный результат теста, справку о перенесенном коронавирусе или сертификату вакцинации. Сделать ПЦР-тест до сегодняшнего дня было просто и бесплатно. Многие выбирали именно эту опцию. Продолжение следует... Продолжение следует...